Сегодня 14 марта 2019 год. Я показываю трубу в теплице. Вот теплица, домик, теплица и вот труба. То есть мы не наблюдаем ни малейшей капотиночки, то есть экология в порядке. Теперь пошли по трубе. Опускаемся вниз, это было на улице, и пошли вдоль теплицы. Это все труба идет. Труба, труба, труба и там шкварчит моя печь. Ну пойдемте посмотрим ее. Вот, так сейчас подходим, подходим. Не спеша. Вот так она работает. Вот так она работает. Совершенно безопасно. Один маленький минус. Большая шумность. Вот это было только что снега было. На улице снег лежит. На улице лежит снег. Вон по пояс. Вот. А я сижу в рубашке. Сейчас попробую показать. Сижу. Сижу раздетый. Значит, суть в чем печки, дорогие мои. Вся проблема была в стабильности. Ну вы знаете, что меняется уровень масла в бачке, меняется давление, значит, и краны начинают давать сбои. Вот эту трубочку показываю. То есть, люди ставят электронасосы там всякие, придумывают черти что. Что сделал я? Я взял, банально соединил, бачок по трубочке идет, бачок масляный. Простая канистра с краником любым. Пошла трубка, течение тоже безразлично. Вот. И заходит в карбюратор. В карбюраторе просверлил отверстие. Так, вот отверстие. Простерлил отверстие. Ставил трубочку. И теперь трубочка. Сейчас я уберу. Это шумит вода. Это я сейчас уберу трубочку. Вот. Это вода. Вот такая конструкция. То есть, изменяя, банально, здесь никаких регулировочных не надо. Сейчас поставлю. Никаких регулировочных не надо краников на выходе. Суть в чем? Стабильность уровня. Вот, перестала шуметь, потому что перестала туда идти вода. Стабильность уровня безумная, потому что он стабильный, хвостик маленький. То есть, подымая, то есть, банально, сейчас пока весна еще не... Подымая трубочку, подымая трубочку, показываю, показываю. Можно элементарно без всякого краника добиваться от капель, чтобы капало, до струйки. То есть, вот, можно вообще остановить. То есть, я тоже думал, какой ставить краник. Но оказалось все проще. Банально. Просто за счет наклона трубочки. А трубочку подымать можно, вот, буквально, простым поднятием. С помощью, будем говорить, ну, конусной палочки. Выше, ниже, все. Но эта стабильность добивается буквально на несколько суток. Потому что уровень в карбюраторе стоит один и тот же. Там меняется больше и меньше, уменьшается, давление меняется. Но здесь, в карбюраторе, уровень, как в машине, стабильный. Поэтому эта штука работает бесподобно. Значит, следующее, что я хочу сказать. По поводу, по поводу воды. Значит, шумность, слышали какая? Сейчас все нету. Все горит, все нормально, все замечательно. Но, даже проблема не в том, что с водой она более, как говорится, ну, более температура повышается. Сейчас вы это дело увидите. То есть, водород, когда температура взрывается, горит, все становится, температура возрастает. Самое главное, что после того, как подаешь воду, вообще никакого нагада нету. Почему? Не знаю, почему, какая химия там происходит, ничего. То есть, без него, если просто наливать это самое, ну, лить просто, и трубка вот эта зарастает, трубка подающая, трубка полностью. Ну, здесь просто воронка. Здесь простая трубка квадратная, трубка, вот. Идет под низ, то есть, чтобы каплики попадали под центр трубы. Почему? Потому что, если делать сбоку, она плохо самозажигается. То есть, тяги нету в трубе. А сбоку, то есть, она начинает, ну, будем говорить так, пламя сюда не заходит, как горение. Идет пар от, подымается пар от мазуты, белый пар подымается, а горения нет. А когда, там чаша стоит у меня, чаша стоит, ну, чашка, господи, боже мой, там буквально граммов на 300. Вот. Когда в ней загорается, пламя вертикально, оно сразу моментом воспламеняется. Теперь поставим воду. Давайте поставим воду. Банально. Вот у меня самое такое дорогое устройство. Это банка, банальная, от капельницы, значит, стоит, значит. Ну, там, вот самый главный стоит, это сорегулятор в окноменной капельнице. Ну, и трубка металлическая. Ну, так удобнее мне. Вот, я вставляю ее, вот, вставляю я ее. Это пока просто весна, еще, ну, будем говорить. Все. Вот зашумела она. Ну, вот регулировка банальная. То есть, вот она, кап. Вот, пошли капельки. Сейчас покажу вам. Вот, пошли, пошли капельки. Сейчас она зашумит. Вот, кап, 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 кап. Позволяет после этого, ну, сейчас не даст. Видите, как температура возрастает от воды? Пускай нам рассказывают всякие сказки, всякие теории, а мне наплевать. Вот, сами видите. Просто поступало масло, было одно. Пошла вода, пожалуйста, будьте добры, посмотрите, какая разница. И здесь вода сразу начинает вон парить. То есть, самое главное, говорю, конечно, в дом такую печку не поставишь. Шумность, слышите сами, какая, как она шкварчит, будем так говорить. Но в теплице, я считаю, это замечательно, что не надо ее чистить в печку. Вообще нет нагара, вообще. Ну, там есть такой белый, он такой, белый такой нагар, как говорится, ну, как зола древесная. Значит, ну, и последнее, хочу показать вам. Значит, уже включился вентилятор. Вот он будет вентилятор. С помощью термореле он включился. Сейчас вот 20 градусов теплиц. Теплицы. Ну, сейчас 15 даже уже, потому что похолодало. Ну, уже вот, 15 градусов. Не видно будет. Ну, может, видно будет. Вот, теплицы 15. Включился термореле. Включился, вот, включил вентилятор и пошло под землю в трубы. Проходит, проходит под землей и выходит, будем говорить, вот она выходит куда. Вот, под грядками идет горячее, это самый теплый воздух. И вот, вот он здесь дует. Ну, как показать, сейчас покажу вам. Сейчас покажу вам. Вот, видите, да? Вот она висит. Вот она от ветра. Из одной трубы выходит. Вот, поняли, да? И вторая. И вторая также гуляет. Вот, то есть происходит прогрев в грядке. Ну, к сожалению, вторую не осилил. Ну, в следующем фильме просто время, чтобы ваших не отнимать. Расскажу по проблеме вот этой самой, будем говорить, трубы, которая проходит под землей. Ну, пока все. Всего доброго. Вот. И вот. И вот.